Незаконные капитальные строения возле государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический демонтируют к началу туристического сезона. Об этом на заседании правительства 2 февраля сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Сергеевич Чибисов. По его словам, сносу подлежат недействующие складские помещения и гаражи возле Херсонеса. Всего по решению суда планируется убрать около 70 объектов. Нам поручено сносить незаконные постройки в Херсонесе. Мы сейчас готовим этот конкурс, но у нас в положении департамента не предусмотрено строение капитальных строений, а там строение капитальное. Поэтому просим добавить нам такую функцию. Тогда мы будем иметь возможность ее осуществить. Соответствующее постановление правительством Севастополя было принято. Теперь департамент городского хозяйства будет координировать и организовывать снос незаконных капитальных строений. В бюджете Севастополя на 2017 год на эти цели заложено 60 миллионов рублей. К сожалению, действительно судебные приставы не выполняют эту функцию в связи с отсутствием финансирования. В этой ситуации правительство вынуждено организовывать как истец по соответствующим судебным решениям проведения этой работы и в дальнейшем сыскивать понесетное.